Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. Эх, доброе утро, друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ. У нас сегодня потрясающий гость. Мы уже прям так вот зациклились языками, болтаем, болтаем, болтаем. Ну давай, представим. Ну ты же начала уже продолжать. Валерий Майор, Влад Кутузов, всем доброе утро. Сегодня у нас в гостях... Краулист! Гарри Краулист. Здравствуйте, доброе утро. Вот как тебя правильно называть? Ну ты же Гарри, мы же все это знаем. Гарри Краулист, да. Краулист — это название нового проекта. Гарри Краулист — это название нового проекта, чтобы просто было покороче и более графично писалось. Ну хорошо. Слушай, а мне кажется, такой правильный позиционер. Не надо выдумывать название какого-то, когда есть вот собственное имя, уже красиво звучащие. Да, когда есть собственная латышская фамилия, почему бы нет? Да-да. Слушай, ну нужно уточнить, потому что огромное количество у тебя поклонников из группы Jukebox Trio, да, то есть они сейчас услышали «Краулист, Краулист, кто это? Краулист, а лицо знакомое!» Тот самый, да. Да, группа Jukebox Trio, я там пою басом обычно, а тут вот решил, ну, тоже басом, потому что у меня такой голос, но ничего не сделаешь. Слушай, я тоже хотел сказать, ты не только поешь басом, но ты и говоришь басом. В чем сейчас все могут убедиться? Так, ты сегодня к нам пришел не с пустыми руками, будешь презентовать? Буду презентовать собственную сольную песню, вот, уже изданную не в рамках Jukebox Trio, а именно вот как проект «Краулист». Слушай, и она посвящена Греции? Песня называется «Греция в Грецию», да, ну такая вот… Я к чему веду-то? Я же знаю, что ты сейчас из отпуска приехал, то есть ты прям вообще проник в темы от и до. Да, да, но тут сложно сказать, что послужило катализатором, что, так сказать, итогом. Вот, то есть полетел я, в принципе, ну почти в Грецию, на Кипре отдохнул, да, недельку. Вот, и мы там, кстати, даже попытались кое-что подснять, но это пока не буду сильно анонсировать. Слушай, ну а вот вообще, знаешь, есть такие люди, которые говорят, ой, что там в Греции смотреть, там, ну, это люди, которые не смотрят культурные достопримечательности, потому что понятно, что там очень много смотреть. Тебе страна, вот Греция, она чем тебе дорога? Почему ты именно ее, именно в ней Греция предпочитаешь? Так, ну на самом деле, это, конечно, более длинный монолог, может быть, но просто песня написана про конкретного человека, не про меня даже, а вот про одного из моих друзей. В общем-то, это его история. Вот, так получилось, что он почему-то именно эту страну избрал, и там по три раза за лето в нее летает. Причем, в общем-то, и его история рассказана, то есть у него не все хорошо, три кредита, вот это вот. И когда он у меня в очередной раз попросил 20 тысяч на то, чтобы улететь, я так, господи, что ж ты творишь-то, человек, зачем? Слушай, Гарри, я думаю, самое время... Тот спищит, он дешевый еще. Я думаю, самое время сообщить имя и фамилию этого заменить. Не надо, не надо. Ему все хорошо. Слушай, а мне Гарри такой говорит, ну это длинный монолог. Гарри, у нас, ты знаешь, сейчас 10 часов 07 минут, еще 50 минут мы будем с тобой... не 50, 43, правильно, да? С математикой ого-го будем разговаривать, поэтому все длинные монологи, давай, вы все готовы тебя послушать, прям все будут с радостью это делать. Давайте прямо сейчас напомним вопросы для Гарри, вообще комментарии. Трек у нас, кстати, примерно состоится буквально... На 25 минут. Да, 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 ну примерно в середине этого часа, так что обязательно дождитесь. И вы свои вопросы можете присылать на плюс 7 909 928 1 89 и 9, это WhatsApp Viber, он же номер для смс-сообщений. И Валерий, куда еще запчете? И bk.com.stran.fm, сам вверху, красивенький постик, где Гаури Краулис с медвежоночком. Гаури. Ми-ми-ми. Ми-ми-ми. А я как-то сказала? Ну ты как-то по-другому так. Почему? Буква У в Краулюсе. Да, да, лишнее получилось. Тоже красиво, но не то. Это нормально, это естественно. Давайте прервемся, а потом вернемся. Да, поехали дальше. Ну что, друзья, мы вернулись. Доброе утро еще раз всем, кто смотрит и слушает телерадиоканал Страна. Валерия, вы закрываете мне важную информацию. А, большое спасибо, да, 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 все вижу. В гостях у нас сегодня Гарри Краулис. Гарри, доброе утро еще раз. Здрасте еще раз. Здрасте. Ну если вдруг, конечно, мало вероятно, вообще практически невозможно, но ты являешься б... не, хоть вокалистом. Бас-гитаристом. Бас-гитаристом. Еще лучше. Бас-вокалистом. Бас-вокалистом. Да, группа, нормально все. Известного коллектива Jukebox. Слушай, я вот о чем хотел спросить. Скажи, пожалуйста, это же песня, которую мы сегодня премьерим, вот чуть попозже, это первая ласточка. Не вообще твоего творчества, потому что ты писал и для Jukebox, и будешь ее наверняка писать. Я имею в виду вот отдельные истории твоя уже личная, творческая. Да, первая песня, выпущенная мной сольно, действительно. Но я думаю, что будут еще, они, собственно, написаны, и, в общем-то, вся загвоздка в том, чтобы сделать аранжировку, выпустить, и, ну, это не так быстро. Но там еще лежит с десяточек. А, смотри, к чему, извини, Лер, я к чему спросил? Да потому что, ну, есть такой стереотип, когда есть успешная группа, и вдруг один участник начинает творить что-то сольно, и все такие поклонники и фанаты думают, ну, понятно. Сейчас видимо, что-то идет. Значит, видимо, уже скоро, да, какие-то изменения произойдут, или что-то. Во-первых, каждый из моих коллег, братья Ивановы, Володя и Илья, уже выпустили по сольному проекту. Там кто-то две песни, кто-то три. Вот, но это абсолютно не означает, что мы собираемся как-то расходиться, распадаться. Просто дело в том, что есть джукбокс-трио, и это определенная вот форма изложения, определенный род музыки. А когда у кого-то из нас рождается что-то, что по настроению, по содержанию, как-то вот выбивается из этого, естественно, ну, с этим надо что-то сделать. Песня-то есть, она не может лежать просто в компьютере или в столе. Поэтому она выпускается в виде сольного проекта. Вот Ил или Вова, и вот теперь Краулис появился тоже. Слушай, ну, получается, ведь некоторые песни все равно как-то по формату группе приходится. То есть про Заю, про мозг, это же все ты исполнял, солировал. Это я солировал. Ну, тут происходит каким образом? Мы сначала приносим песню коллегам, показываем. Вот, если она всем пришлась по душе, мы ее выпускаем от группы джукбокс-трио. Если там что-то такое вот, что кому-то из троих не совсем понравилось, ну, либо корректируется, если это возможно, либо если коррекция не поддается, то вот так. Гарри, скажи, а вот интересный творческий процесс. Часто ли бывает такой, когда кто-то из вас троих приносит какой-то материал? Ну, свежий, да, совсем там, наброски какие-то и так далее. И двое остальных говорят, чувак, ну, зачем ты это принес? Ну, бывает. Это хорошо, но это не как-то. Бывает. Вот я, например, приносил не так давно песню, которая, на мой взгляд, ну, она мне нравится. Офигенная. Она имеет потенциал. Вот. Ну, как бы я ее сыграл на рояле, спел. Вот. И Володя, наш солист, говорит, ну, нет, ну, это что-то, сопли какие-то. Это вот там, ну, окей. И ты такой, окей, у меня есть сольный проект, хорошо. Слушай, а я вот просто подумала, что вот сопли, лирика, она же всегда как раз связана с некими событиями. Сопли, лирика. Не, ну, это по-хорошему так, ну, по-хорошему. Ну, ну, что, ну, все так называют. А некое событие в твоей жизни произошло, которое подтолкнуло тебя к написанию песен? Мне просто, вот, знаешь, сегодня так вот сказали, что кого-то ты встретил. Слушайте, друзья, а давайте вопрос, Валерий, мы сейчас оставим так в воздухе висеть как раз. Что, Гарри придумал, как на него не ответить? Я уже взял дыхание. Продумай, хорошо. Да. Просто мало времени остается. Мы сейчас прервемся, друзья, две-три минуточки. Ну, четыре максимума, мы снова в эфире страны ФМ. Добрый вечер. Ага, смешно, да. Но мы сейчас на серьезную тему будем разговаривать. Я все-таки готов, будь со мной называется песня. Будь со мной, будь со мной. Вопреки всему. Да. Значит так, ты начал писать песни в определенный период своей жизни, когда встретил... Ну, давай, давай, да ну, пожалуйста. Валерий, может быть, не надо было такой вопрос? Не надо. Такая интересная тема. Он готов поговорить об этом. Ну, вы знаете, конечно, я так скажу, любая песня, это, ну, вот, в моем случае, это не какое-то отдельное событие, а это, вот, случилось событие, которое подтолкнуло, и потом ты подтягиваешь какие-то воспоминания свои, там, что-то такое, что-то, может быть, даже дофантазируешь. То есть накапливаешь какие-то эмоции в течение какого-то времени. Да, да, и потом это вот все складывается. Вот, вообще, да, встретил. Это правда. Ну, это же здорово. Это здорово. Вот, и, в общем, так получилось, что это тоже певица, вот. Вот, и мне сейчас даже в какой-то степени приходится выступать в роли продюсера, ну, потому что человек пишет песни, поет, нужно как-то помогать, вот. И мы сейчас запускаем проект под названием «Апрелие». Ага. Вот, так что, надеюсь, она тоже сюда придет скоро. Мы только рады, мы только за. Да, песню выпустили, она уже на iTunes, называется «Оберегай». Уж не знаю, кому посвящена. Ну, наверное, тебе. Да, мы даже не можем представить себе, Гарри, но, конечно, не знаю, для нас тоже большой вопрос. Догадываюсь только, да. Слушай, ну смотри, какой рост стремительный, да, то есть раз вот пел, пел, писал, писал, и тут стал продюсером. Скажи, пожалуйста, вот так сказать, по ту сторону баррикад, оно как? Мне, честно говоря, пока страшно называть себя этим большим словом, вот. То есть я, ну так, как бы я просто помогаю девушке, вот. Ну, вообще это сложно, конечно. Ну, вот были такие моменты, когда, допустим, ты был артистом и говорил, что этот продюсер, ну как он работает, ну это так же, вот если бы я так, я бы так не работала. А сейчас, когда ты уже сам продюсер, ты думаешь, ой-ой-ой, вообще все вообще непросто. Нет, я на самом деле к нашему продюсеру всегда относился с большой благодарностью, если честно, потому что, ну, во-первых, он безукоризненно на сто процентов честен вот по деньгам. Я такого не встречал до того, как мы с ним познакомились. Прям раз такой, и два рубля тебе. Ну, то есть от работодателя, чтобы вот он настолько вот кристально честен был, я не видел. Давайте, друзья, постучим пустому. Постучим, да, 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 все при чем. Вот, ну и вообще он замечательный человек. Так, а вот как-то плавно мы опять вернулись к джукбокс-трио, я все про них теперь говорю, я молодец. А у вас же скоро выступление, вот прям вот буквально считанные дни. У нас, да, 28 июля мы будем на ВК-фест. Вконтакте. В Питере, да, Вконтакте. Уже не первый раз, по-моему, во второй, боюсь запутаться. А это открытая площадка, закрытая? Да, это как бы фестиваль. Это опен. А в том году дождь палил вас или как? Минуло. Минуло. Визучики. Да. Так, ну это... А слушай, по поводу выступления, интересно, это будет вот полноценный ваш сет длинный там или как? Я думаю, что минут сорок мы попоем, у меня пока нет точной информации, но обычно на фестивалях бывает такой формат. Минут сорок, да, скорее всего. Ну вот вообще, расскажи, тебе формат-то больше в фестивале нравится или клубных каких-то концертов? Что ближе? Ох, ну, конечно, очень приятно, когда на твой концерт в клубе пришла публика, которая знает песни, которая подпевает, которая вот прям... Ты уже свой человек, любимый для них. Ну а на фестивалях тоже очень интересно, потому что, ну, во-первых, огромное количество людей, гораздо больше, чем в клубе. И если ты вот цепляешь эту волну, как-то их вот задеваешь, они начинают в ответ что-то вот выдавать тоже какие-то эмоции, качать, так сказать. Вот, это, конечно, очень круто, то есть вот это эмоции большие, которые сложно где-то еще получить. А, слушай, а если не задеваешь, то что делать? Дорабатывать грустно свой сет. У меня, знаешь, какой вопрос еще хороший? Хороший ответ. И приезжайте в следующий раз. Психологический вопрос. То есть ты за время работы в группе привык, ну, как-то, что ты всегда выходишь, и у тебя твои друганы-братаны, которые всегда поддержат, вы там друг друга понимаете без слов. А есть какой-то психологический барьер, что сейчас, когда ты со своим сольным проектом будешь выходить на сцену один, что как-то тебе будет одиноко, и ты можешь растеряться. Не знаю вообще, что это будет, честно говоря. Но я думаю, что в любом случае пока что какие-то новые песни мы будем петь все равно в рамках Jukebox 3, если они будут актуальны, конечно. Вот, но я помню, когда я начинал солировать, вот свои песни петь, вот, даже на концерте Jukebox поначалу, конечно, это был такой мандражик. Я очень волновался. Вот, мне казалось, что это все очень плохо, я написал просто какой-то, зачем, зачем. Откуда такая самокритика, ну? Да. Слушай, ну а все-таки вот проект Краулис, да, вот первый трек выпущен сейчас, да. Ты как-то планируешь, ты пока не знаешь, что дальше с ним будет, или ты уже вот стремишься к тому, что будет полноценный альбом там рано или поздно, да, и там будет, условно говоря, 9-10 песен, да, как обычно, как все полагается. Не знаю, будет ли альбом, но будут еще синглы, то есть, конечно, проект нужно наполнять каким-то содержанием еще дальше, вот, ну, я боюсь загадывать по поводу каждой конкретной песни, там, будет ли это большой хит, или просто уйдет незамеченный, ну, будем работать, посмотрим. Слушай, я понял твое затруднение, я просто спросил глупость на самом деле, я спрашиваю, артиста, ты одну песню спел и все, или будешь дальше продолжать? Конечно, я буду продолжать дальше. Конечно, я буду продолжать дальше. Дайте, я еще быстренько спрошу, а дуэт с апреля у тебя намечается в рамках твоего вот проекта? Возможно, у нас, на самом деле, иногда пишутся с ней вдвоем очень такие смешные, дурашливые какие-то песенки, и мы не знаем, что с ними делать, ну, может быть, это будет какой-то просто интернет-проект, ну, потому что там реально такая ржака, вот, прямо, возможно, что-то такое. Я тебе скажу, что делать, приходи к нам и пойте здесь. Конечно, да, мы только за. Давайте, друзья, у нас небольшой перерыв, скоро продолжим. Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. И это действительно так, утро на телерадиоканале Страна ФМ, которое мы встречаем не в одиночестве, а мы в одиночестве всегда вот как-то вот киснем, да? А сейчас мы не киснем. А сейчас мы не киснем, потому что у нас гостя Гарри Краулис представляет проект, собственно, Краулис, так он и называется. У вас же был вопрос, Валерий. У меня был вопрос. Да, он же подвис. Или это было в прошлый раз и подвис я теперь уже, я тебе не могу понять. Я сейчас вот, когда вот зашла речь про киснем и не киснем, я сейчас представил себя такой ложечкой сахара. Да, да. Не, ну на самом деле это так. Почему? Пришел такой юноша. Я думал, ты скажешь, я послушал вас и подвис тоже. А это нормально? Утром в нашем эфире это вообще все замечательно. А ты, кстати, сахар ешь или ты зожник? Я ем, я люблю сахар. Не я. Я вот несколько раз отказывалась, но не могу. Мне кажется, без сахара вообще мозги не работают. Сложно. Но я так понял, что ты ешь, но сожалеешь все время. Я ем, но сожалею. Как и все мы делаем. Я ем и каждый раз испытываю стыд и грузение совести. Ты напишешь про эту песню? Возможно. Вот, про всех тех, кто мучается, но ест, потому что это же... Тем более мы сегодня уже обсуждали некоторые песни про сахар. Сахар, да. А это... А-а-а-а! Да-да-да, Валерий, вы уже забыли, мы продолжаем. Это те, которые... шучок надо забывать. Слушай, Гарри, ну у нас, смотри, буквально через 2 минутки 35 секунд уже премьера той самой песни. Ну, она у нас в эфире звучала, конечно, но сегодня мы будем считать, что это официальная премьера, потому что ты у нас сегодня в гостях. Да. Давай еще раз все-таки напомним о ней пару слов про прогрессию, про то, как она родилась. Может быть, все-таки ты назовешь имя того человека, который тебе должен... Ну, я не буду назовывать, но я шучу. Нет, подожди, а вот в тот момент, когда он пришел, говорит, дай 20 тысяч, ты ему говоришь, не дам, и прям сразу строчки пошли. Я ему дал эти деньги, но... Не вернул? Не, он вернул, все хорошо, но... Просто действительно... Сахар я больше не покупаю. Я бы так не сделал. То есть, когда вот на тебе висит около миллиона долга, ты практически большую часть зарплаты, вот, почти все отдаешь на погашение этих процентов, и вот... Слушай... Мне просто его жалко, то есть, вот... А ты сам-то, я так понимаю, ну, ты не любишь как-то занимать, кредиты брать, это все не твои... Я не люблю, да, это правда. А почему? Думаешь, из тебя тянет эта энергия? Ну, просто мне страшно, я не хочу... И плюс, вот, придется же отдавать. Вот именно. Если бы взять, я не отдавал. Берешь чужие, отдаешь свои. Да, берешь чужие, отдаешь свои, еще и в два раза больше. Вот, в том-то и дело, да. Поэтому плохая история. Ну, ладно, кредиты забыли. Допустим, есть люди, которые ездят в Грецию на свои деньги, да? Ну, чисто гипотетически. Замечательно, да, так и надо делать, я так и сделал. Вот. Скажи, пожалуйста, сколько ты и насколько тяжело или, наоборот, легко работал над этой песней? Она вот, получилось, пошло все как по маслу? Или все-таки были там вот эти творческие терзания, муки и так далее и прочее? Все долго допиливалось, вычислялось и так далее? Ну, во-первых, она была написана прошлым летом. Когда как раз... Там вся история есть в песне. Снег выпал в мае, ливнями смыло июнь. То есть так и было. Было, было, было. Действительно, в мае и июнь были. Там и град еще страшный был. Жуткие какие-то, да. В июле было опять холодно. Ну, то есть просто какая-то жуткая депрессуха. И вот, плюс активно дорабатывали Москву к чемпионату мира, видимо. Везде был ремонт просто. Все вот. Перекопали. Везде все стояло. Об этом тоже в песне есть. А в Москве ремонт дорог. Про плитку поешь? Почти про плитку, да. Вот. То есть это все очень быстро в песню вот так вот легло. А второй куплет как раз вот про кредиты. Ну, то есть на самом деле написалась она за вечер, по сути. А, очень быстро, на самом деле. Ну, а потом уже аранжировка и так далее. Ну, потом уже процесс аранжировки, выпуска занял год. Так что, да. А давайте мы уже послушаем. Да, послушаем, прям проникнемся, а потом уже, знаете, вот так вот по пунктам спросим. Итак, друзья, внимание, еще раз, внимание. Прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ проект Краулис и песня «Греться в Грецию». Да, спасибо. Давайте смотреть, что-то поехали. Снег выпал в мае, это не беда. Ливнем и смело июнь, это новая данность. Ерунда, всегда выход найдется. В поисках моря и солнца мы избежим, мы не оставим следа. Завтра полетим, погреться в Грецию. Завтра полетим, полетим, завтра полетим Погреться в Грецию, завтра полетим, полетим Кредит на мне, это не беда Я уверен, я знаю, выход найдется всегда Я займу друзей, попытаюсь продать старый хлам Сдам, наконец, стеклотару скучающую по углам Завтра полетим, погреться в Грецию Завтра полетим, полетим Завтра полетим, погреться в Грецию Завтра полетим, полетим А в Москве ремонт дорог Я искал лето в июле, но найти не смог Нам реально повезло На последнее вагло Завтра полетим, погреться в Грецию Завтра полетим, полетим Завтра полетим, погреться в Грецию Завтра полетим, полетим Завтра полетим, полетим Завтра полетим, погреться в Грецию 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 Завтра полетим, погреться в Грецию И, собственно, Гарри Краули Сегодня у нас в гостях Слушай, ну мне показалось, что это Ну абсолютно другое, нежели то, что Вы все вместе делаете в проекте Джикбокс Да, поэтому, собственно, она и выпущена отдельно А мне, знаете, какое впечатление? Вот мы просто говорили, что песни шуточные Там про кредиты, пятые, двадцатые Но там какая-то такая потрясающая лирика Она слушается, как-то воспринимается Больше, чем не как приколюшка А как какая-то такая мотивирующая песня Для отдыха Поэтому тебе удалось сочесть несочетаемое Почему? Очень даже сочетаемый человек Пытается сам себя убедить в том, что все будет хорошо И вот он, у него музыка позитивная Он такой текст говорит, все логично, по-моему А ты, кстати, вот занимаешься вот этим Аутотренингом, да? Это слово такое из девяностых, но я его использую Я не знаю, чем ты говоришь Но приходится, потому что Как у каждого, ну я считаю себя творческим человеком Вот, и как у каждого творческого человека Психика вот такая вот То ты молодец, то ты говно И поэтому, когда вот тебе кажется, что ты вот прям Совсем все плохо, ну как-то надо себя выводить Ну и как ты себя выводишь? То есть ты слушаешь веселую музыку Ты, я там, не знаю, покупаешь себе вкусняшки Ешь сахар, чувствуешь вину, он не помогает И как? Медитация можно Ну вот все вот это вот Все, что вы говорите Что-то с медитацией? Какая медитация? У человека творческие, у него мысли В секунду проносятся миллиард Он не... Или ты можешь медитировать? Могу, могу Можешь Вот, но на самом деле очень помогает процесс творчества То есть когда ты начинаешь что-то придумывать, какой-то текст И это как-то очень круто успокаивает И, ну вот, вот гармонизирует процессы мыслительные Ну раз мы вот сейчас к творчеству возвращаемся Давай еще раз поговорим немножечко так с прицелом на будущее В ближайшее время сольный твой проект Проект в составе группы Джукбокс Трио Что планируется? Планируется У меня где-то вот пять песен сейчас в очереди Я не знаю, какую выбрать Какая-то из них будет Вот, это что касается меня лично Это выйдет, ты имеешь в виду, да? Ну, я начну ими заниматься Ну, то есть вот записывать вокал Аранжировки делать Ну, в общем, вот Производственный процесс песни Вот это вот все У группы Джукбокс вот будет, собственно, концерт Еще мы выпустили буквально на днях трек Который называется «Бит и бас» Нам он безумно нравится И мы вот буквально на выходных летим снимать клип на него В общем... В Грецию, я надеюсь? Нет, не в Грецию Он уже был в Греции Зачем мы два раза в Греции? Зачем снова, да Нет, не в Грецию Куда не скажу А-а-а Да, это тайна Да Вот, ну там такой будет клип Мы надеемся, что с некоторой долей дурки и сумасшествия Вот, но Раскадровка нам нравится Что получится снять Надеемся, тоже будет хорошо Вот Но песня уже, кстати говоря, есть везде Айтюнс, Гугл Плей Контакт Яндекс.Музыка Ну, в общем, на всех ресурсах, где можно найти музыку, уже этот трек есть И после этого мы просто обязаны сказать, ребята, заходите, пожалуйста, на все существующие цифровые площадки и качать А еще, знаешь, что мы забыли сказать? Что вот эта песня «Погреться в Грецию» Она же теперь вот у нас вот есть Ее можно и нужно заказывать в программе по заявкам с 13 до 14 Обязательно И с 20 до 21.00 ежедневно Да, и каждый по два раза в день Днем и вечером, потом опять днем и вечером Днем и вечером И если вы так будете делать, то знаете, вот как письмо счастья, то вы обязательно полетите в Грецию А мы к вам вернемся через три минуточки, будьте здесь Конечно, хорошо, уже хорошо здесь, в студии телерадиоканала «Страна.ФМ» Краулис у нас в гостях, Гарри, да? Ничего не путаюсь Гарри Краулис, да Ребята, у меня был вопрос, я его запомнил Я его помню, Валерий Мы хотели попросить, Гарри, тебя Для всех тех, кто начинает, может быть, свой Вот я не люблю, слава, но по-другому не сказать Творческий путь вокалиста И не знаю, есть какие-то, ты же преподаешь Подожди, да, надо напомнить, что он преподает Да, я преподаватель вокала Работаю в должности доцента Это очень сейчас, наверное Ты доцент? Ну, я работаю в должности доцента А у тебя трескот есть, ты там в костюме ходишь? Нет, я прихожу в маечке точно так же, да На меня некоторые коллеги смотрят косо И даже... Завидуют Вот не знаю, сейчас как будет, но Каждый год первокурсники меня Ну, поскольку я прихожу так неформально Путают со студентом Вот, ну, мне даже приятно Слушай, а нет такого, что приходят к себе студенты, которые вот знают Вот творчество, и такие Вау, вау, да И не могут даже заниматься, потому что у них все вот это И селфи, селфи, селфи Ну, это недолго продолжается Да, конечно, бывает поначалу То есть, опять же, там, первый месяц Ой, можно с вами сфотографироваться, давайте обнимемся Ну, то есть, вот это вот все, да, конечно Ну, мы это уже сделали в первой весе Ну, конечно, мы уже обнимемся Так, давай, упражнения, упражнения Вот, допустим, я студент, давай Слушайте, ну, студент Разный уровень же бывает у людей Начальный Начальный Значит, нужно сначала найти звук Звук у нас Откуда звук? Формируется с помощью резонаторов Резонаторов у нас два Головной и грудной И вот нужно сначала Я всегда начинаю с гудения с закрытым ртом Давай Вот нужно научиться эту ноту Долго держать ровно Не плавая, а интенсивно Где у меня? Да Потом соединяем подвинутки Потом начинаем потихонечку Упражнение Расширять Ну, это я уже перепрыгнул через этапы Потом Есть замечательный такой звук Им пользуются все вокалисты И уже на нем упражнение Что же в нем замечательного-то, ну? Вот сейчас, Валерий, это было не совсем пение Уже почти хорошо У меня получается У меня получается Я восходящая звезда, между прочим Ну, а потом уже можно на гласные То есть Потом уже А почему сразу гласные нельзя? Можно и сразу В принципе, есть разные подходы Но я делаю так Потому что на вот эти вот всякие Вспомогательные звуки Закрытым потом Лучше выравнивается диапазон И вот переходы То есть вот у нас же Голос состоит, грубо говоря Из нескольких участков И между этими участками Есть переходики Которые вот Одна из задач постановки голоса Это сгладить эти переходы Ты знаешь, у меня философский вопрос назрел Я вот прям чувствую, что у тебя талант педагога Потому что ты даже мне смог что-то объяснить Это И вот у Кутузова никогда не может Он каждый день пытается И все бесполезно А получается, что ты же сейчас уже Ну, раскрученная звезда Ну, будем называть вещи своими именами Не обязательно тебе ходить и быть доцентом Но ты это делаешь Почему? Ну, я это Начал делать давно И, ну, как-то У меня получается это совмещать Почему бы и нет? То есть мне, в принципе, конечно Нравится заниматься с ребятами И очень приятно, когда видишь результат Вот Ну, пока у меня хватает времени И на то, и на это Почему бы и нет? Слушай, я хотел еще немножечко, знаешь, о чем спросить? Вот о Голосовой манере пения Да? Вот всему можно научиться? Вот, знаешь, пример яркий Сегодня модная очень расщепленка, да? Ужас Она дается от рождения человеку? Или все-таки путем долгих, трудных, тяжелых занятий Ты можешь достичь вот этого? Вот, скажу честно Расщепленкой не владею И Ну, не очень интересно Потому что я другую музыку как бы Исполняю И вот Мне всегда казалось, что это результат Какого-то Не знаю Какой-то травмы голосовой Ну, может быть, это и не так Ну, кто-то говорит, что вообще не пение, а истерика Ну, да Многие говорят, что нет Это все нормально Голос не травмируется И так далее Ну, не знаю Мне всегда кажется, что это какая-то Либо результат того, что человек в определенный момент Очень сильно переорал И у него вот Нашел вот этот Какую-то расщепленку И потом уже ей пользуется как краской Либо просто уже не совсем здоровый аппарат В результате долгих нагрузок Так, товарищи люди У нас 50 секунд остается Давай-ка к твоим продюсерским делам Вернемся Рассказывай еще раз Значит, рассказываю все Песня Краули с греца в грец Слушать, качать Группа Джукбокс Трио Все слушать Все качать Все качать Ходить на все концерты Бит и бас Особенно обратить внимание Новая песня Проект Апрелия Песня Оберегай Тоже Обязательно Слушать Качать Она уже есть На всех цифровых площадках Она и везде есть И чуть не забыли сказать Что 28 июля Фестиваль ВКонтакте В Санкт-Петербурге Спасибо Да, все так и есть Джукбокс Трио Ну все, время пролетело К большому сожалению Гарри Краулис Был у нас сегодня в гостях Гарри, большое тебе спасибо Спасибо вам За рассказы И про деньги И про творчество За урок пения И за урок пения отдельно Спасибо Приходи к нам еще Как клип появится Ждем Непременно Спасибо До встречи Всем пока, счастливо